Я не буду ходить за вами, и не следственный комитет, и выявлять, выяснять. Но так как люди, мне должны знать. Наглянулись инспекции. Сотрудники Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по просьбам жильцов проверили дом по адресу Морчиканское шоссе 22. На проверке также присутствовали представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства и управляющие компанией «Надежда». Вы можете спросить у Департамента ЖКХ, как работает вентиляция. При режиме. Вот. Вот режим стоит. Дом построили в 2013 году. Жильцы отпраздновали новоселье весной 2014-го. Сразу же начали жаловаться на отсутствие вентиляции, тречины и дыры на стенах, постоянный залив подвала. В некоторых местах расходится плитка и кафель. Собственники обращались в ЖКХ и управляющую компанию. Но ситуация никак не менялась. В этом доме мы живем с 2014 года, то есть уже 4 года. Проблемы у нас появились не сразу, не с первого дня, как мы въехали постепенно. То есть стали появляться какие-то мелкие трещины на стенах. Через какое-то время мы заметили, что вода, которая попадает на стены кафеля, допустим, в ванной, сразу оставляет мокрые пятна. То есть мы выяснили, что кафель положен здесь неправильно. Текущие радиаторы регулярно в сезон, когда подают или отключают отопление. Гендиректора компании «Стройвест», которая была застройщиком этого дома, в 2017 году приговорили к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество. От услуг своей управляющей компании жильцы отказались. Уход за зданием осуществлять некому. Жильцы дома сейчас пытаются по конкурсу получить другую управляющую компанию. Если не получится, тогда они возьмут управление на себя, организовав товарищество собственников жилья.